Благодать и мир всем! Дорогие друзья и сестры мои, мы сегодня с вами будем слушать немного необычную экспозицию текста. Это будет такая, знаете, подготовка к продолжению серии на Первое Послание к Орифинам. И мы с вами будем читать из Первого Послания к Орифинам один текст, который поможет нам войти снова в это серьезное размышление. И мы прочитаем этот текст, но наше изучение будет не совсем привычным. Мне бы хотелось сегодня сделать экспозицию такого практического приложения этого текста к весьма актуальной проблеме. Мы с вами оказались в этом новом зале, где, как сказала Юля, уже мало места. Да, Юль, вот смотрю я и переживаю, да, уже неправда, правда, немного уже места. Придется, может быть, кафедру поставить туда, чтобы было чуть лучше. Да, шестой этаж построить, да, Вась? Вполне возможно и так, но мне бы хотелось, чтобы в этом зале стало нас не меньше количественно, а чтобы мы себя ощущали меньше, малыми. Так, чтобы Господа Христа было больше видно через нас. Больше зал, и он будет наполняться людьми, если здесь будет меньше нас и больше его. И это важно нам сознавать, когда мы с вами будем развивать наше служение здесь. У меня сегодня Библия прекрасная в новом русском переводе от Международного Библийского общества. Мне этот перевод очень нравится, и мы сегодня отсюда и прочитаем Божье Слово. Давайте мы, вставшие с первого послания к Коринфянам, глава 3, будем читать с 21 стиха. Итак, послание апостола Павла Коринфской Церкви с 3 главы 21 стиха по 4 главу 7 стих. Итак, читаем Божье Слово. «Поэтому не хвалитесь людьми. Вам принадлежит все, будь то Павел, или Аполлос, или Кифа, или этот мир, или жизнь, или смерть, настоящее или будущее – все принадлежит вам. Вы же сами принадлежите Христу, а Христос – Богу. Итак, принимайте нас, как служителей Христа, которым были верены тайны Божии. А тех, кому оказано такое доверие, требуется верность. Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Совесть моя чиста, хотя не это оправдывает меня. Но мой судья – Господь. Поэтому ни о чем не судите заранее, но ждите возвращения Господа. Он все тайно сделает явным и обнажит скрытые намерения человеческих сердец. И тогда каждый получит от него похвалу. Я говорю это, братья, обо мне и обо полосе ради вашего блага, чтобы вы на нашем примере постигли, что значит изречение – ничего сверх того, что написано. И чтобы вы не хвалились кем-то одним, ставя его выше другого. Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? Если ничего такого нет, то что же ты хвалишься подаренным? Давайте помолимся. Боже, право и Твое слово. У нас сегодня будет важная тема о нашей самооценке. И поэтому просим Тебя, Господь, благослови нас, чтобы разуметь Твою истину. И Духом Святым направь наше размышление, как применить ее в нашей жизни. И даруй нам силы Твоей благодати, чтобы это все оплатилось к славе Твоей и к нашей радости. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами будем вместе рассуждать о перемене сердца, об изменении характера, а не нашей моральной коррекции поведения. Ведь наше внешнее поведение может изменяться под такой, знаете, сильной мотивацией нашего сердца, которое основано не на Божьей благодати, а на страхе перед людьми, на гордости нашей, или, может быть, жажды власти. Сегодня мы с вами поговорим о том, как наше поведение может измениться под действием Божьей благодати. Посмотрим на наше сердце, которое на самом деле изменилось под действием Божьей благодати. Итак, церковь в Коринфе. Нужно немного напомнить, прошло время. Мы закончили на Коринфе проповедовать летом еще. Церковь в Коринфе испытывала серьезные внутренние разделения. Она была основана апостолом Павлом. Потом эту церковь посетили другие служители, другие апостолы, другие учители, другие благовестники, миссионеры, пасторы. И люди начали отрождествлять себя с другими. Сначала они себя с Павлом отрождествляли, а теперь они стали себя отрождествлять с другими людьми. Противовес другим, и в конце концов у них из этого стали рождаться конфликты. Кто-то был наставлен, обучен Павлом, другой был подготовлен или определен на лидерское служение. Аполлосом или Аполлосом. Третий был вдохновлен апостолом Петром и так далее. Вместо того, чтобы радоваться своим отношениям с тем или другим служителем, они использовали это как повод для самоутверждения, для конфронтации с другими, для соперничества с другими. Появились фракции, вот эти все внутренние нестроения, мучили эту общину. Люди говорили, я должен быть лидером, потому что я знаю Павла, Павел меня наставлял. Другой говорил, да нет, я дружил с Петром, поэтому он. А третий говорил, вот Аполлос был в моем доме, он меня ночевал и так далее и тому подобное. И все это так внутри порождало дух соперничества и конфронтации. И Павел показывает в этом отрывке и в том послании, в той части послания, которую мы с вами изучили, что причина, по которой они не могут ладить друг с другом. Основная причина, почему в нашем мире нету мира между людьми, почему мы не можем жить в мире, в конце концов, с нашими ближними, заключается в нашей гордыне и хвастовстве, в охвальстве. Посмотрите, как стих 21 начинается. «И так никто не хвались человеками». А последний стих нашего отрывка, это 4 глава, стих 7, так звучит. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто бы не получил?» Кстати, стих 6 здесь продолжает эту мысль. «Это, братья, приезжил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Гордость и надменность, гордость и хвастовство. Вот она причина, почему люди не могут ладить друг с другом. Вот причина, почему мы видим конфликты на политической арене, в социальной сфере, на межличностном уровне. Гордость и хвастовство. По сути, апостол Павел говорит здесь нам о смирении, о необходимости смирения. Нам вообще нужно говорить о смирении, окажавшись в этом зале, в полном зале. А это значит, что мы с вами, мои братья и сестры, ступаем на весьма опасную территорию, весьма популярную в нашем обществе, потому что мы с вами будем говорить сейчас о самооценке. Такая, вы знаете, серия «Библейская психология». Говорить будем о самооценке. Это весьма интересная тема. Подумайте только. До 20 века в нашей мире считалось, что причиной всех злых поступков, преступности, насилия, агрессии была завышенная самооценка или завышенное самомнение. Кстати, это еще сохранилось в культуре некоторых народов, но точно не в нашей культуре. Почему люди совершают насилие? Почему люди жестокие? Почему люди творят зло? И до 20 века смело говорили. По причине своего высокомерия. Ну или по-гречески это слово «хьюбис» или «гибрис», как у нас его говорят. Этот термин придумал еще Аристотель. Древние греки это анализировали, оценивали, пытались понять, почему люди творят злые дела, и они пришли к выводу, потому что они высоко думают о себе, завышенно думают о себе. И это причина их плохого поведения. Гордость высокомерия считалась основанием, которое подталкивали того, чтобы так зло поступать. Но прошло время, и сегодня в нашей культуре, особенно в западной культуре, мы встречаем прямо противоположное мнение. В центре системы нашего образования, пенитенциарной системы или уголовно-исполнительной системы, в основу законодательства, в психологическом консультировании лежит совсем другой консенсус, совсем другое мнение, полностью противоположное мнению поколений, которые были до нас. Сегодня причиной плохого поведения человека считается его заниженная самооценка. И это понимание пропитало наше современное общественное мировоззрение, общественное самосознание, нашу культуру и даже религию. Почитайте журнал ФОМА. Вот такой у нас есть журнал популярный. И вы видите, насколько вот эта концепция заниженной самооценки пропитала даже религиозную систему. Почему мужья бьют своих жен? Почему люди становятся преступниками? Потому что у них заниженная самооценка. Плохое мнение о себе. Заниженное мнение о себе. Ну, их, может, плохо любили в детстве, недолюбили, недоучили. Раньше говорили, что проблема плохих поступков – это твое самомнение, слишком высокая самооценка. Теперь же говорят, наоборот, низкая самооценка. И вообще я рад, что… Ну, я рад, на самом деле, тому, что наконец-то какое-то прозрение проходит даже у этих светских некоторых психологов. И я читал не так давно несколько статей, где они говорят, что проблема завышенной самооценки не решает проблему общества, потому что она может породить так называемый нарциссизм и такую некую некритическую самовлюбленность в себя, которая приводит даже к некой асоциальности. То есть даже они внутри себя уже начинают понимать, что есть проблема с этой концепцией. Если у человека заниженная самооценка, это не решает проблему его нравственного поведения, если мы повысим у него самооценку. И я думаю, сколько еще времени понадобится моему обществу, чтобы исцелиться от этой ложной концепции, которую мы вталкивали последние сто лет. Ведь концепция заниженной самооценки вдалбливает нашим детям в школе. Нам ее вдалбливают во время учебы. Мы читаем это во многих наградательных актах. Мы видим вокруг себя, на самом деле, это пропитало на самом деле наше общество настолько сильно, что это вошло даже в нас, на самом деле, и мы это не вполне сознаем, что мы, даже употребляя религиозную терминологию, на самом деле движимы, концепции неправильной самооценки. Но есть еще одна причина, почему эта концепция или эта теория такая популярная сегодня. Потому что она в сущности утверждает, что не нужно судить, не нужно давать нравственную оценку поведению человека, чтобы разрешить его проблемы. Потому что раньше помощь вот таким плохим людям заключалась в том, чтобы убедить его в том, что он плохой. Ты преступник, потому что ты плохой, ты поступаешь так. То сегодня, наоборот, пытаются убедить, что он может стать хорошим, он хороший на самом деле, просто он не понимает этого. Но то, то, что мы с вами прочитали сегодня в этом тексте, это моя сегодня будет экспозиция практического приложения библейского текста, показывает нам совершенно другой подход к самооценке человека, как нужно себя правильно воспринимать. это принципиально отличается и от прошлого, и от настоящего. Павел показывает нам естественное состояние человеческого эго, затем говорит о сверхъестественном состоянии, которое нам доступно через Евангелие, и потом он показывает, как к этому можно прийти. Итак, у нас будет сегодня три проповеди, три пункта в этой проповеди. Во-первых, естественное состояние человеческого эго. Сначала он показывает нам это природное состояние человеческой самооценки. В стихе шестом очень ярко это можно увидеть. «Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Слово «превозносилось» или «превозносились» весьма необычное. Это не слово «хьюбис» или «гибрис», о котором говорил еще Аристоте. Это слово апостол Павел употребляет шесть раз в этом первом послании к Олимпинам, потому что там реально была проблема с этим. Один раз он употребляет его в послании к Колосиным. Никто больше из близких авторов это слово не употребляет. Там была серьезная проблема в Коринфе, поэтому Павел должен был, вынужден был использовать это слово, потому что у него было особое наставление касательно человеческого эго, человеческого самомнения, человеческой самооценки. Итак, слово «превозноситься» буквально означает надмиваться, кичиться, гордиться, раздуваться. Кстати, это слово, оно имеет связь со словом, описывающим мехи, которые надуваются, чтобы, например, раздувать там огонь. И это слово очень выразительное, в каком-то смысле даже болезненное. Оно рисует некий или образ некого человеческого органа, который раздут чрезмерно, готов взорваться уже. Он растянут, распух, он воспален, в конце концов, потому что расширен больше его привычных размеров. И вот апостол Павел говорит здесь, человеческое эго как раз и есть такой воспаленный орган, раздутый. Наше естественное состояние или естественное природное состояние нашего человеческого самомнения, оно как раз такое и есть, раздутое, напыщенное. Это дает нам, по крайней мере, много интересной информации о нашем эге. По крайней мере, четыре получилось у меня наблюдения. Во-первых, оно пустое. В центре человеческой самооценки, какая бы большая она ни была, находится пустота, потому что она чрезмерно раздута. Известный в прошлом датский богослов и философ Сюренкер Ергор в своей книге «Болезнь к смерти» говорит о том, что естественное состояние человеческого сердца – это желание, это попытка, это старание построить свою жизнь, найти свою ценность, найти себя, свою личность, определить свое самосознание в конце концов вокруг чего-то иного, кроме Бога или помимо Бога. «Духовная гордыня», пишет он, ведет к иллюзии, что «я могу построить успешно свою жизнь, обрести ценность, значимость, найти высшую цель для своей жизни без Бога». Это естественное состояние, природное состояние сердца любого человека. И что в существе говорит Сюрен? Что для человеческого «я» вполне естественно укореняться и развиваться в чем-то помимо Бога. В чем-то, что должно мне дать чувство собственного достоинства, чувство значимости, особенности, даст мне чувство цели в конце концов. Что у меня там внутри есть пустота, которую мое человеческое сердце пытается заполнить. Оно раздуло так себя сильно. Оно такое напыщенное, но там внутри пустота, и она пытается чем-то эту пустоту закрыть. К сожалению, не Богом, а чем-то другим. У каждого человека в действительности, друзья, в душе там есть дыра с размером Бога. И каждый заполняет ее или пытается заполнить ее как у него получится. Кто-то алкоголем, кто-то наркотиками, кто-то сладким, кто-то спортом, кто-то с ценной овациями, кто-то сексом и удовольствием, кто-то с детьми и семьей, кто-то войной и убийствами, кто-то карьерой, кто-то хобби, кто-то животными. Но это такая постоянная попытка заполнить эту внутреннюю пустоту по причине раздутости моего эго, чтобы найти себя, чтобы обрести себя. Интересно то, что великий французский математик и философ Блес Паскаль в 17 веке он жил. Когда он исследовал природу вакуума, то он осознал, что внутри всякого человека есть некая пустота и жажда счастья, смысла, истинно любви, чего-то большего, что не обесценится со временем. И он назвал эту пустоту вакуум в форме Христа. И понял, что этот вакуум может заполнить только личность Господа Иисуса. Он в своей книге «Мысли» признается, что ни блестящий ум, ни уточенные размышления, ни научные открытия не смогли заполнить его сердце, ни заполнить эту пустоту. в его душе. Только чрезвычность Иисуса Христа он испытал настоящую наполненность, утолил свой голод и глубокую жажду души, которая была у него. Кстати, столетиями раньше еще один молодой человек пытался эту пустоту заполнить. Но мы сегодня его знаем, как Августин блаженный. Он в своей исповеди пишет, «Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Итак, первая характеристика нашего эго или нашей самооценки внутренней – это пустота. Вторая, потому что наше «я» чрезмерно раздута, там внутри пустота и не раздута, то оно болезненно. Быть сдутым, напыщенным значит испытывать боли. Что я имею в виду? Наше тело дает нам знать, когда у нас что-то не в порядке. Вот я, когда работал на даче, немного себе палец как-то потянул там мышцу. И я вот чувствую, что все у меня хорошо, а вот один палец у меня болит. Понимаете, я не чувствовал вчера, что он болит, потому что вчера я не тянул, а вот сегодня, видимо вчера вечером что-то я там сделал, я чувствую его. Понимаете, я его не чувствовал в пятницу, нет, не то, что его не было, он был там. Я не чувствовал его в среду, во вторник, понедельник, а вот Tradition я его чувствую, потому что вчера я что-то потянул. То есть когда у меня в теле все нормально, когда мои органы функционируют нормально, когда все части моего тела функционируют нормально, я их не чувствую. А когда что-то болит, я чувствую сразу. В отличие от частей тела, мое эго, моя самооценка ведет себя совсем по-другому. Наше самосознание, наше самооценка, наше собственное восприятие себя поступает очень плохо по отношению к нам. Потому что оно всегда обращает на себя. Внимание. Каждый день обращает на себя внимание. Как вы выглядите? Как вам относится? Как вы себя чувствуете? Как на вас посмотрели? Как вы это сделали? Постоянно обращает на себя внимание. Люди нередко говорят, мои чувства были оскорблены. Ну или давайте попроще скажем, мои чувства были задеты. Вот мне хочется посмотреть эти чувства, как они выглядят вообще. Какие там мышцы у них, из-за которых они вдруг заболели? На самом деле, это проблема не с чувствами, они в порядке. Проблема с моим «я». Мое «я» было задето. Мое «я» было оскорблено. Ваши чувства в порядке, в полном. понимаете, когда мой палец не болел, я нормально функционировал, я не чувствовал его. Но когда он заболел, то он обо мне стал постоянно сигнализировать, мне плохо, мне больно. Когда ваше «я» уязвлено, то оно сигнализирует. Но проблема в том, что оно сигнализирует себе всегда, потому что оно всегда не удовлетворено. Почему мы не можем прожить и дня, чтобы не почувствовать себя оскорбленными, проигнорированными, почувствовать себя, может, глупыми, или униженными, или недооцененными? Почему? Потому что там есть это эго внутри меня, которое требует к себе внимания. Что-то не в порядке с нашей самооценкой, что-то не то с нашим «я», что-то поломано там в чувстве нашего собственного достоинства, потому что оно никак не хочет и не может излетать счастья. Оно всегда требует внимания, обращает внимание на себя. Оно как вздувшийся желудок. Он болит, он распух, его пустота причиняет нам боль. Это вторая характеристика. Есть третья характеристика. Наша самооценка не только пуста и несет нам боль, так она еще и постоянно занята. И это объясняет, почему она вся требует внимания к себе. Потому что она постоянно занята одним и тем же, чтобы заполнить эту пустоту и убежать от этой боли. И чем же она занята? Она занята двумя вещами. Постоянным сравнением и хвостоством. Сравнением себя с другими, чтобы жалеть себя либо хвалиться собою. Наш текст об этом очень ярко говорит. Смотрите, и не превозносили стих 6 один перед другим. Это сердцевина нашего естественного состояния человеческого я. Человеческое эго не просто пусто, но всегда старается заполнить пустоту, борется с этим невероятным внутренним дискомфортом, который у него появляется в причине того, что она постоянно себя сравнивает с другими. Клайв Льюис, сегодня я вот классиков только что-то вспоминаю. Клайв Льюис в своей известной книге «Просто христианство» в главе про гордость, это шестая глава, он говорит о том, что гордость по своей природе всегда наполнена духом соперничества. Вот что он пишет. «Дело в том, что гордость каждого человека соперничает с гордостью всякого другого. Именно потому, что я хотел быть самым заметным на вечеринке, меня так раздражает, что тот и другой привлекает к себе всеобщее внимание». Нам следует ясно понять, что гордости органически присущ дух соперничества. В этом сама ее природа. Другие пороки вступают в соперничество, так сказать, случайно. Гордость же недовольствуется частичным обладанием. Она удовлетворяется только тогда, когда больше, чем у соседа. Мы говорим, что люди гордятся богатством или умом или красотой, но это не совсем так. Они гордятся тем, что они богаче, умнее или красивее других. Если бы все стали одинаково богатыми или умными, или красивыми, людям нечем было бы гордиться. Только сравнение возбуждает нас гордость. Сознание, что мы выше остальных, приносит нам удовлетворение. Там, где не с чем соперничать, гордости нет места. Почти все зло в мире, которое люди приписывают жадности и эгоизму, на самом деле результат гордости. Гордость и присущ дух соперничества. Вот почему ее невозможно удовлетворить. Если я страдаю гордостью, то пока хотя бы один человек обладает большей властью, богатством или умом, чем я, он будет мне соперником и врагом. Может быть, это случилось с тобой, мой друг. Ты делаешь что-то, что тебе неприятно или даже не нужно, но делаешь это ради своей гордыни, ради сравнения себя с другими, чтобы быть лучше, чем они, быть круче, чем они, быть заметнее, чем они. Или ты не хочешь делать что-то нужное или необходимое, потому что есть те, кто лучше тебя это делают, и ты поэтому отказываешься от этого. И тебе, потому что тебе не о чем будет похвалиться собою, потому что есть те, кто в твоих глазах лучше, чем ты, это сделают. Слово «хвалиться», кстати, в Сие-Седьмом буквально означает хвастаться, тщеславиться, рекомендовать себя. Оно говорит о попытке человеческого сердца создать завышенную самооценку, внешний имидж для других и для себя внутри, чтобы заполнить чувство пустоты и удовлетворенности внутри. И мы этим заняты постоянно, очень заняты. Наше эго этим очень заняты. Есть четвертая проблема или четвертая характеристика нашего внутренней самооценки. Все чрезмерно надутое начнет когда-то сдуваться. Правда? Матрас, который вы накачали, когда-то нужно будет снова подкачать. Быть перекачанным означает, что существует опасная вероятность оказаться спущенным. Я помню, как я надувал свой футбольный мяч, который выбросил у своей матери, чтобы она купила нам такой, знаете, детский эгоизм футбольный мяч, и я его качал, качал, качал и так накачал, что он лопнул, перекачал. Понимаете, проблема еще нашего внутреннего эго в том, что оно нестабильно. Оно нестабильно. во-первых, есть люди, которые, кажется, не выказывают гордости, даже больше того, они себя ненавидят. Я себя показал таким плохим, я такой ужасный, я не достоин ничего, я такой плохой. Они не только говорят себе, они еще другим это говорят. И кажется, какой смиренный человек, какой просто прекрасный человек. Но проблема в том, что они просто немного сдулись. Но сдуться означает, что я когда-то был надут. И поэтому вот эта завышенная самооценка или заниженная самооценка в сущности это одно и то же. В сущности мы говорим не о комплексе превосходства или комплексе неполноценности, а в том проблеме передутости, надутости, сдутия, раздутия, пустоты, боли, загруженности в конце концов и этой нестабильности, которая есть в человеческом эго. Послушайте, что говорит в своем интервью известная певица Мадонна. Я, знаете, просто взял, погуглил известных людей и нашел, по крайней мере, три интересных интервью с разными людьми. Вот что говорили известная певица Мадонна в одном из своих интервью. У меня железная воля. И вся эта воля направлена на то, чтобы побороть ощущение неадекватности. Я борюсь с этим страхом. Когда я пытаюсь от него избавиться, оказывается, что я не такая, как все. И тогда я начинаю думать, что я посредственность. Конечно, я ищу способ избавиться от этой мысли и так без конца. Это не дает мне покоя. Моя борьба никогда не заканчивается, и я думаю, что она никогда не закончится. Нечто подобное я прочитал в интервью с Дианой Арбениной, которая вот эти группы «Ночные снайперы». Ну, я не такой большой любитель их, но знаю их песни некоторые. Есть, мне задали такой вопрос не так давно. С возрастом у нас мечты, планы, желания, они все больше прессуются, вы многого чего достигли в жизни. Но если что-то, что осталось недостижимым, о чем хочется мечтать, а что еще не исполнено, вот что она говорит. Самое главное искренне думать, что ты еще ничего не достиг, тогда все будет хорошо. Серьезно. Вы говорите, что я многого достигла, я подумала сразу же, а чего я достигла? Я постоянно что-то делаю, я глядываюсь назад, постоянно думаю, что вот здесь не надо торопиться, вот здесь надо бы остановиться, куда я постоянно тороплюсь, спешу, а мне кажется, что я и все, ничего не достигла, надо бежать дальше. То же самое я встретил в интервью здесь у нас, когда в Москве Дженнифер Лопес была, и классное интервью с ней взяли. Вот там что она говорит. Если бы вас спросить, это вопрос издают, самой себя характеризовать, то что бы вы сказали? На это эта известная актриса и певица говорит. Я многому научилась и многого достигла, но я хочу большего. Мне нравится достигать цели, праздновать минуту победы и идти дальше. В этом все я, какая есть. Заметьте, и Мадонна, и Диана, и Дженнифер Лопес знают себя лучше, чем многие из людей. Понимают себя лучше. Потому что, если просто говорить более понятным языком, или, скажем, объяснить, что они сказали, это то, что в сущности они говорят, теперь я доказала, что я что-то значу, но уже на самом деле я понимаю, что я ничего не доказала. И нужно снова доказывать, нужно продолжать снова двигаться. Мое эго не удовлетворилось. Моя жажда собственной значимости и ценности и уверенности, что я на самом деле ценно, нуждается в очередном подтверждении. Я не удовлетворяюсь тому, о чем говорят про меня люди, что пишут про меня газеты или журналы, потому что мне нужно двигаться дальше, мне нужно искать этого окончательного подтверждения, что я ценно, значимый и любимый. Потому что мое эго, оно ненасытное, это черная дыра. Неважно, как много я туда брошу, это шкаф, в который, как я не кладу вещи, он все еще не наполнен, и утром он снова пустой. Они говорят, я стала кем-то, но я понимаю, что мне еще нужно кем-то стать. Ты скажешь, ну это какие-то вообще, так, неврастенички, да? Да нет, они просто хорошо понимают себя. Они впереди многих из нас, живущих в этом городе. Они неосознанно понимают подлинное состояние своего я, своей личной самооценки. И Павел здесь, в этом тексте, желает помочь своим читателям выйти с этой парадигмы. Многие думали, что, или утверждали, что они знают Павла и не используют этот факт для своей гордости. Вместо того, чтобы наслаждаться, радоваться тому, что они знакомы с Павлом, они используют это для сражения в церкви против других людей. Это не приносило им по-настоящему удовлетворения, не делало их счастливыми. Но Павел показывает здесь, в этом тексте путь победы. Тихо, как в третьем-четвертом он показывает, как он понимает Евангелие, понимает свою самооценку, свой эгоизм, в конце концов, свое человеческое «я». Но в самом начале, смотрите, что он говорит, первый-второй стих. Он подчеркивает, я служитель, Бог призвал меня, у меня есть ответственность. Но затем, в стихе третьем, он говорит неожиданные слова. Он мне говорит, теперь уважайте меня, почитайте меня, прислушивайтесь ко мне. Но он совершенно неожиданное слово говорит, мне все равно, что вы про меня думаете. Для меня мало значишь, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам о себе не служу. Не служу. Слово «судить» означает задавать вопросы, исследовать, спрашивать, относиться как-то к судебному дознаванию, чтобы выяснить окончательный вердикт, в конце концов, вынести об этом человеке или об этой вещи. Это то, на самом деле, чего ищет Мадонна, чего ищет Дженнифер Лопес или Диана. Здесь же Павел говорит нам, хочу, чтобы вы знали, мне не важно, какой вердикт вы вынесете обо мне. Я не вертокоен тем, что про меня думают другие. Он даже не говорит, меня совсем немного беспокоит. Он говорит, меня абсолютно не волнует, что про меня вы думаете. В сущности, он говорит, что он живет в другом парадигме, что его личность, его идентичность, его восприятие самого себя, его внутренняя самооценка никак не связана с тем, что про него думают другие люди. Он так и говорит, я не обеспокоен этим. Я не переживаю, что обо мне думают другие. Моя самооценка, мое личное восприятие себя никак не связано с вашим суждением обо мне. Кто-то скажет, ну, неплохо, у Павла не было проблем с заниженной самооценкой. Точно он достиг такого высокого уровня, что мнение других людей не контролировало его. Но на самом деле, это ли он достиг? Ведь большинство современных психологов, консультантов скажут, что проблема низкой самооценки или проблема своей оценки, когда мнение других людей на тебя влияет, она решается очень легко. Скажи просто себе, мне не важно, что про меня думают другие люди. Мне не важно, что они про меня говорят. Тебе просто нужно придумать свои стандарты и жить по ним. Ты сам кузнец своего счастья. Ты сам должен решать, как жить. Все, что имеет значение, это твое собственное мнение про себя. Но об этом ли говорит Павел? Нет. Смотрите, он говорит здесь, я и сам не сужу о себе. То есть, мир, которым я живу, общество, которым я живу, он учит меня. У тебя проблемы с самооценкой, повысь ее. Ты классный парень, ты много хорошего делаешь, посмотри, понаблюдай, ты увидишь много чего прекрасного, великолепного, что ты создал, не переживая других, что они тебе думают, достигая своих целей, ставь свои правила, стандарты, оценивай сам себя. Но Павел говорит, я и сам не сужу о себе. Послушайте, что он говорит еще раз. Я читаю стих 3, вот в этом современном переводе и 4. Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Своя есть моя чиста, хотя не это оправдывает меня, но мой судья, Господь. В цинодальном переводе нашем немного смысл теряется чуть-чуть. В цинодальном переводе кажется, какой-то Павел такой, знаете, наглый вообще человек, который говорит, вообще, мне вообще на вас на всех наплевать. У меня Господь, я перед ним хожу, вы вообще от меня отстаньте. Но вот здесь, на самом деле, он не просто говорит, что судья мне Господь, он показывает проблематику, проблематику их мышления. Он не какой-то эгоист самовлюбленный. У него совсем другой подход, и об этом чуть позже я буду говорить. Павел говорит здесь, не просто мне не важно, что про меня думаете вы или другие, или даже я сам. Он говорит о том, что даже смотря на то, что совесть его не судит, это не делает его правым, не делает его невинным. Он не упадает в ловушку завышенной самооценки. Понимаете, он не говорит, что у меня совесть чиста, значит, все нормально. Во-первых, у Гитлера, знаете, совесть тоже была чиста, по его стандартам. Он нисколько не смущался, убивая миллионы людей. Но это вовсе не значит, что он был невиновен. Моя внутренняя самооценка не является критерием. То, что я сам себе создал, это на самом деле не является авторитетным критерием, потому что это пусто, болезненно, нестабильно, опасно в конце концов. Это очень опасная ловушка, говорить себе, не важно, что думают другие, не важны мне их стандарты, я должен жить по своим правилам. Это неверный ответ, Павел говорит. Ведь на самом деле, если я так поступаю, то ведь я все равно буду испытывать дискомфорт. Ведь я буду чувствовать себя ужасно, когда не смогу жить по стандартам, например, своих родителей. Многие подростки и дети с этим сталкиваются. Я чувствую себя ужасно, когда не могу жить по своим собственным стандартам, которые сам себе создал. Ведь все здесь сидящие виновны перед своими же собственными стандартами, которые они создали. Кто здесь исполнил все, что он сам для себя когда-то решал. Такого нет ни одного человека. Я чувствую себя ужасно, когда я не могу жить по стандартам окружающих меня людей, культуры, общества, даже церкви, в конце концов. Я чувствую себя ужасно, когда я не могу жить в принципе по каким-либо стандартам. Как решить эту проблему? Это не проблема заниженной самооценки, потому что даже если я понижу стандарты, мне веселее от этого не станет. Павел здесь не кусается, не огрызается, в конце концов, не показывает себя гордецом. Он показывает, что он не делает ничего перед людьми, чтобы почувствовать себя значимым и ценным. Он говорит о том, что его оценка никак не связана ни с ним, ни с другими. Потому что апостол Павел здесь, друзья мои, уходит от человеческих парадигм. Он идет совсем другим путем, путем, который для многих из нас, возможно, неизвестен. Павел берет наши схемы человеческие и разрушает их. Наши подходы обнажает их. Наше представление показывает их беспомощность. Я усилю эту мысль цитата из другого его послания Тимофея, 1 глава. Кройте, пожалуйста, 1 Тимофею, 1 глава, стих 15. 1 Тимофею, 1 глава, стих 15. «Верно и всякого принятия достойно слова, говорит Павел, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Пожалуйста, вслушайтесь в эту последнюю фразу. «Из которых я первый». Он не говорит «я был первый». Он говорит «я есть первый». То есть прямо сейчас, прямо сейчас я себя осознаю первым грешником. И это невероятно на самом деле, потому что он обладает таким высоким статусом, статусом Божьего домостроителя, которого Бог сам призвал, и в то же самое время он честно, открыто говорит «я вижу себя грешником, и сейчас я вижу себя грешником. Я один из самых ужасных людей на планете». Это не просто присказка, не просто красивое словцо. Он реально себя осознает первым грешником. на этой планете как можно быть абсолютно честным, зная свои моральные недостатки? Как можно быть осведомленным о своих недостатках и все же соглашаться на такое серьезное служение? А Павел здесь показывает. Мои грехи, моя личная репутация в глазах людей не определяет мою оценку. Типа, знаете, я не играю в такую игру. Сделал хорошее, стал хорошее, сделал плохое, стал плохой. Это не моя парадигма. Я знаю свои недостатки, я знаю свои грехи, я знаю свои достижения, я знаю свои способности, я знаю свои слабости, я знаю свои успехи и поражения, но даже из-за того, что я первый грешник, я не отказываюсь от своего призвания быть Божьим домостроителем, потому что Бог меня к этому призвал и потому что моя оценка дается не мною и не людьми. Знаете, это не вполне понятно, потому что мы не привыкли жить в такой парадигме, мы живем в очень человеческой с религиозным таким оттенком парадигме. Какая она? Если я считаю себя плохим, если я вижу себя грешником, если бы я замечал у себя проявление какой-то, может быть, гордости или даже похоти, или гнева, или жадности, то я бы не имел такой уверенности, как Павел. Я бы ушел в сторону, отказался, сдался, в конце концов, попал в жалость или пытался как-то повышать свою самооценку, чувствовать свое достоинство, но Павел говорит здесь, нет, я так не живу, потому что если бы я так бы жил, то судья бы мне был я сам или люди, но судья мне Господь, Он дает оценку. Если ты так живешь, мой друг, то поздравляю тебя, ты сам себе судья, ты вышел от Божьего благодатного влияния и вошел в свое человеческое. Понимаете, Павел нас ведет на такую территорию, где он на самом деле даже о себе сам не думает. Он говорит о том, что он достиг того, что его самооценка больше не привлекает к себе внимания, как все остальные части здорового тела. Он перестал думать о себе, он перестал позволять другим определять его самооценку. Это какая-то, знаете, библейская скромность, какое-то евангельское смирение, это что-то небесное на самом деле. На земле это невозможно создать. Люди это не рождают. И поэтому второй мой пункт сверхъестественное состояние через Евангелие. Вот почему Клайв Рьюис в конце своей главы, который я цитировал, про гордость говорит следующее. Встретив действительно смиренного человека, вы, скорее всего, подумайте, что он веселый, умный парень, который проявляет неподдельный интерес к тому, что вы говорите ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому что вы ощутите укол зависти к человеку, который способен так легко и радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении, он вообще не думает о себе. Посмотрите, Рьюис очень хорошо понял, что такое христианство. Христианское смирение. Смирение – это не уничижать себя и говорить, я плохой, негодный, ненужный, я хуже других, я недостойен даже голову поднять свою к небесам. Это не христианское смирение. Христианское смирение – это не думать про себя. Вот это христианское смирение. Это не уничижение, чтобы себя так низко-низко опустить, чтобы уже просто было трудно приподнять голову, а это просто перестать думать о себе и думать о других. Это благословенное самозабвение. Иисус сказал об этом. Нужно отречься себя, забыть про себя. Понимаете, это не какая-то самооценка раздутая, это самооценка, которая наполненная, но наполненная Христом. Это уникальность на самом деле, это не завышенная, не заниженная самооценка, потому что человеческая парадигма здесь не работает больше. Эта психологическая концепция разрушена, здесь нечто другое, здесь наполненность, но чем-то иным. Евангелие. Павел говорит здесь, меня не волнует ваше мнение, но также я не беспокоен моим самомнением. И в этом настоящий самый секрет. Кто-то скажет, пастор, я такого человека не встречал, включая и тебя, пастор. Ну ладно, сдаюсь, я тоже человек. Итак, давайте посмотрим лучше на лучшее понимание вот этого смиренного человека, который живет самозабвенно, живет по Евангелию, который не прибывает в ненависти к себе или не находится в самолюбии по отношению к себе. Он просто живет, его я не привлекает внимания к себе. Вот небольшой тест для тебя. Если ты так живешь, то вы не будете раздавлены или побеждены критикой. Вы не будете разрушены ею, она не будет вас сильно беспокоить, она не будет вам мешать, в конце концов, спать. Почему человек, который или которого опустошает критика, слишком зависим от мнения других, от того, что о нем думают другие? И как наш мир справляется с критикой? Стань толстокожим. Игнорируй других. Думай про себя. И слизь от этих ураганов жестокой критики. Просто не думай о них. Думай только свое. Получается, друзья мои, что у нас есть две группы людей, страдающих от критики, и людей, которые игнорируют ее, но они тоже страдают, потому что не слушают. Потому что они не слушают критику, они много хорошего не слышат. Человек же по-настоящему евангельски смиренный, он скажет, о, критика, здорово, это же путь к переменам. Я могу что-то хорошее услышать сам и своим поведением помочь другому. Получается, что наш мир не знает, как отстрелить заниженную самооценку, кроме как через гордость. Но обе, они ужасны, как и самого человека, так же и для тех, кто вокруг него. Человек же, который самозабвен, человек, которого самооценка не надута, не сдута, а наполнена Евангелием, он будет спокойно прислушиваться критике. И чем больше ты будешь понимать Евангелие и проповедовать его себе, тем ты будешь так поступать лучше. Друзья, не желали ли вы стать таким человеком, который не нуждается в почести и не боится ее, не жаждет признания и не боится отсутствия ее? Не хотите ли вы быть человеком, который, проходимым из зеркала, не таращится туда в ужасе или с восхищением? Не хотели ли вы быть таким человеком, который не ругает себя, какой же я тупица, какой же я неправый, как же я мог так поступить? Теперь они про меня подумают вот это, или она сделает то, или он сделает это. Не хотели бы вы быть свободными от всего этого? Не хотел бы ты быть спортсменом, который завоевал бронзу, но искренне радуется серебру и золоту своих товарищей, соперников? Вся наша жизнь преобразится. Вы испытаете невероятную свободу, ваша семейная жизнь преобразится, потому что вы теперь будете не контролироваться поступками ее или его, или не поступками ее или ее, а просто своим другим отношением. Вы будете наслаждаться взаимоотношениями и жизнью. Вы скажете, я не знаю, кто так живет. Но тогда вы станете первым после апостола Павла. Если прислушаетесь к его совету, вы сможете получать удовольствие от жизни, потому что, друзья мои, жизнь, она не о тебе и не про тебя. Твоя работа не про тебя, твое хобби не про тебя, твоя романтика не про тебя, ваши свидания, встречи, общения не про тебя. Вы сможете наслаждаться вещами такими, какие они есть. И не ради того, чтобы выглядеть хорошо или не ударить в грязь лицом, не ради того, чтобы заполнить пустоту в своем сердце, а просто, чтобы наслаждаться жизнью. Такой путь, друзья мои, не приходит от людей. Люди такого не могут выдумать. Это Евангелие смирения, благословенного самозабвения, когда я не думаю о себе, а моя культура меня об этом не учит. Нет. Впрочем, и раньше тоже меня не учили, потому что меня раньше учили либо думая о себе плохо, сейчас меня учат думай хорошо, а Евангелие меня учит перестань думать про себя, наслаждайся жизнью, служи другим, и это может тебе помочь Христос. Поэтому, как обрести эту евангельскую самооценку? Это последний пункт, который я хотел бы сказать. Как к этому прийти? Как Павел к этому пришел? Ну, он нам показал схему здесь, на самом деле. Во-первых, это не позволяет, чтобы я думал о том, что думают про меня другие. По сути, он говорит здесь, я не ищу вашего суждения обо мне, чтобы кто-то давал мне оценку. Во-вторых, не заботиться о том, что я сам думаю про себя. А вот здесь, третье, надо быть повнимательнее. Посмотрите, что он говорит. Совесть моя чиста, хотя это не оправдывает меня. Ну, даже буквально, хотя не это оправдывает меня. И это очень важное ударение. Слово «оправдывает» взятое из лексикона, послания к римлянам и галатам, где он говорит об оправдании через веру перед Богом. В сущности, Павел говорит здесь, Мадонна и все другие, они ищут, жаждут окончательного одобрения, оценки, принятия со стороны людей. Для того, чтобы они почувствовали, что они важны и ценны, а не достигли какого-то финала. Каждый раз, когда мы сделали что-то, завершили что-то, осознаним мы это или нет, но мы себя помещаем в некий такой, знаете, зал суда, чтобы нам дали оценку. Каждое наше новое действие – это очередная попытка оправдаться, либо завоевать уважение, принятие и похвалу. Каждый день мы оказываемся в этом зале суда, где нам дают оценку люди и мы сами себе. Апостол же Павел говорит здесь нечто невероятное. Он говорит здесь, другие ему не судьи. Его читатели не судьи ему, даже он сам себе не судья. Потому что есть другой судья. Потому что проблема самооценки, будь то низкой или высокой, проблема ее обретения, она связана с тем, что я должен помещать себя постоянно в этот зал суда. Приходи туда со своим делом. Есть и от обвинителей, прокуроры, адвокаты, судьи. И ты пытаешься как-то влиять на них, чтобы дело вышло в твою сторону. Но Павел говорит, я нашел секрет. Я нашел секрет. Мое дело уже закрыто. Я больше не в зале суда. Все кончено, потому что мой приговор, окончательный приговор уже давно вынесен. Как может быть такое? И он отвечает, меня оправдал Господь. Судья же мне Господь. Не тот, который судит мои дела сейчас, а тот, который уже вынес свой вердикт обо мне. Я не могу себя оправдать, говорит Павел. Вы не можете меня оправдать. Только Господь меня может оправдать. Он уже вынес мне вердикт. Он уже оправдал меня. Понимаете, в Евангелии мы получаем финальный, окончательный, полный вердикт обо мне независимости от моих дел. Вы сегодня пели прекрасную песню. Не за то, что сделал я. Надо добавить, не за то, что сделаю я. Господь уже вынес вердикт. Понимаете, человек неверующий как рассуждает? Я приобрету свою самооценку из своих дел. Я хороший человек, потому что я много сделал добрых дел. Его поведение связано с его самооценкой. Его поведение ведет к получению этой оценки, в конце концов, оценочного суждения о нем самом, стране людей и им самим. Буддист говорит, я своим поведением обретаю просветление, движение, опять обретаю самооценку. Мусульманин, то же самое, через добрые дела, я обретаю самооценку. Это делает большинство людей, живущих в этом городе. Обретается им поведение самооценкой. Их поведение связано, их моральная коррекция связана с желанием, с жаждой обрести лучшую самооценку. Павел же говорит, что в Евангелии по-другому. Оценка, Божья оценка ведет тебя к правильному пониманию. Точнее сказать, к правильному поведению. Мое поведение не определяет вердикт, который я получил. Мое поведение является результатом того вердикта, который Господь уже дал мне. В ту минуту, как я уверовал, Господь сказал мне, «Ты, возлюбленное дитя мое, в тебе мое благоволение». Все. Оценка есть. Финал. Суд закончен. Мне не нужно приходить туда снова. Не случайно поэтому Римлян на 8 главе стих 1 так звучит. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Нет ныне никакого осуждения. Все. Поэтому Павел говорит, мне не важно, что обо мне судят другие. Судите вы, сужу я. Это не важно, потому что никто не может мне дать такую оценку. Только Господь Иисус может оправдать меня. Вердикт вынесен. И сейчас поэтому я поступаю на основании Божьего приговора обо мне. А в нем сказано, что Он любит меня. Что Он принял меня. Мне не нужно завоевывать Его внимание, авторитет, благоволение. Оно есть там. Мне не нужно выглядеть лучше, чтобы Он меня полюбил больше. Я могу делать то, что нужно. Я могу помогать людям. Не для того, чтобы они меня любили, уважали, ценили. Не для того, чтобы моя самооценка повысилась. Потому что я не там нахожу свою значимость. Не там я обретаю свою оценку. Не там я заполняю свою пустоту. Моя оценка заполнена. Она заполнена Христом. Понимаете, в нашем мире наше поведение определяет нашу самооценку. В евангельском мире все наоборот. Божья оценка определяет мое поведение. Понимаете, Мадонна и прочие ей люди, они совершили много чего. Испытали много чего. Я думаю, что она более дерзкая, чем любой из нас. Я думаю, что более талантливая, чем любой из нас. Но все же она говорит. Я все еще не получила финальной оценки. Я ее хочу получить. Я к этому стремлюсь. Христианство же говорит, что мы не пытаемся заработать эту оценку. Она у нас уже есть. Окончательная, финальная оценка. Потому что на суд вместо меня пришел Иисус. Все мои прегрешения, прошлое, настоящее и будущее Он принес туда. Всего меня туда принес безгрешный Агнец. Был несправедливо обвинен. Был осужден на смерть для того, чтобы мы жили. Почему? Потому что Он умер вместо нас. Он снял осуждение, которое мы заслужили. Он взял все наши преступные дела на себя, которые мы заработали. Так что их не осталось ни одного. Поэтому в ту минуту, когда ты сказал, Господи, прими меня на основании того, что Иисус сделал ради меня, то единственное мнение, которое имеет для тебя значение – это мнение Бога. Мнение Бога о тебе через Христа Иисуса. Ибо в Иисусе ты и я мы обрели свою самооценку, нашли свою значимость, получили свою ценность, обрели свое предназначение, нашли свое удовлетворение. Мы стали самой большой ценностью для Бога на земле. Не за наши поступки, а за дело Христа на Голгофе вместо нас. Как же теперь ты, мой друг, можешь беспокоиться, кто о тебе что сказал, кто о тебе как оскорбил? Как же теперь ты можешь переживать, что кто тебя проигнорировал? Как же теперь ты можешь не простить кого-то? Как же теперь ты можешь переживать за свой внешний вид, когда смотришь в зеркало? Или восхищаться собою? Ты скажешь, хотел бы я, чтобы было так, но в моей жизни не так. Тогда вот мое завершающее слово для тебя. Повтори суть Евангелия для себя. Мы сейчас будем с вами проповедовать Евангелие себе через участие в Вечере Господней. Напоминай себе Евангелие постоянно, ежедневно, когда идешь на работу или учебу, едешь в церковь или встречаешься с друзьями, когда планируешь или подводишь итоги дня, когда ты увидишь себя снова в суде, то скажи себе, зачем я здесь? Здесь уже был Иисус, мне здесь нечего делать, Он давно уже этот суд прошел, мое дело закрыто. Мне не важно, что про меня думают люди, или что я думаю сам про себя. Я не озабочен этими вещами, не должен быть ими озабочен, потому что единственное, что имеет значение, что про меня думает Господь. А Он сказал мне, ты мое возлюбленное дитя, в котором мое благоволение, живи этой истиной. Пусть она определит твое жертвенное, самозабвенное, чистое поведение ради Его славы. И теперь мы готовы помолиться. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, даруй нам то, о чем мы дерзаем просить Тебя по Слову Твоему, в чем мы все особо нуждаемся. Даруй нам благословенную самозабвенность. Помоги нам забывать про себя. Это не гордыня, это не самоуничижение. Это то, что не рождается в этом мире без Тебя, Господь. Ради в нас плод Евангелия. Нам трудно его описать, но когда у нас это есть, мы радуемся жизни, мы воистину счастливы, мы воистину несем благословение нашим окружающим. Мы просим, пусть это благословение станет основой нашей самооценки и всей практики нашей жизни. Помоги нам стать такими, Господь. Стать свободными, счастливыми. И мы сами не можем себя такими сделать. Покажи нам, как начать так жить. Покажи нам, как все делать через Евангелие Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.